Рады, Рады. Ответ на твой вопрос. Давай, дорогой. Как Дамодарыч рассказывал, стаи бава в Манджаре такая, что они созданы Радикой таким образом, что они не теряют сознание. Это функция их стаи бавы. Я не могу переводить. Рад Роман и Сталин, я хочу решить, как Дамодар, да, как Дамодарич. Он используется His other names, which means Close Relationship. Как Дамодарич explain, что это стаи бава, именно кинкари стаи бава. Они, inside of these бава, они имеют а noble, не такого, а не так, их стаи бава. А, или ты уже ответил? Ну да, это лаконично, кратко. То есть эта функция возложена на манджаре, чтобы, когда Рада и Кришна находятся в Паранайе, чтобы приводить их обоих в чувства, давать им самоопределение, давать им эту новую реальность. И для этого их ста и бава должна быть устроена так, что они не теряют сознание во время Параная и Хиштадевов. Это их функция, манджаре, это их ежегодная служба, чтобы быть так сильными. Это как ста и бава, их ста и бава, у них есть эта способность чтобы быть в том же месте, не двигаться. Не важно, как сильные ваги, махабава, они все еще, я тоже хочу кое-что добавить, немножко на эту тему. Но с уклоном на вопрос, да? Да-да-да-да-да-да-да. Когда двое влюбленных есть, это только сейчас будет часть ответа, лишь часть ответа, когда двое влюбленных есть, например, герой влюбленный, и он ведет свой корабль через бушующее море к тому месту, где его ждет его возлюбленная. Он возвращается из своих путешествий, например, Одиссей, к примеру. Ведь там много всяких внешних факторов, событий, которые могут его отвлечь, вот так. Но он своей сильной рукой, силой, которая рождена в сердце из-за его любви, ведет свой корабль к своей цели, несмотря на все внешние факторы, влияющие, сбивающие. В это время на берегу его возлюбленная стоит и также ждет его, несмотря на все отвлекающие факторы. Например, к ее отцу пришел претендент на ее руку. Может быть, это местный принц, огромное влияние. А может быть, отец недоволен ее избранником. Ну, кто он такой, какой-то там перекати-поле, где-то там путешествует, мне нужно, чтобы он был здесь и сейчас. Может, там у них революция началась, война началась. Кто знает, какие события, что происходит. А она также приходит на берег и ждет своего возлюбленного. То есть, вот эта вот сила любви, привязанности сохраняет их одонаправленность. Манжари очень любят шимать Радику. Она их жизнь и душа. Это один момент ответа. Второй момент, потому что это не полный ответ, потому что мы, вот, мы, мы, это, это такой, такая их любовь настолько захватывающая, что хочешь не хочешь, погружаешься в эту любовь, она является самой самой сутью, ты полностью погружаешься. Но с другой стороны, это лишь часть от этого. Почему? Потому что она захватывает, она удерживает внимание на их любви, но эта любовь бездейственная, то есть, я не действую, я лишь как, 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 как зритель, наблюдатель. Но Манжари не только наблюдатели, они действующие, они принимают действия, активное действие в этой любви. Например, Тулус и Манжари, она поет песню. Она не просто смотрит, она не бездействует, она поет песню, она принимает активное участие в их любви. Вот. И вот это активное участие и является самой сутью их не просто наблюдать, а действовать, способствовать их любви. Из-за своей привязанности к Шимати Родике, из-за своей огромной любви к Шимати Родике, она действует на её стороне. и это для неё жизнь и душа. Это важнее, чем вот это переживание того, тех эмоций, которые она получает, испытывает. Это намного важнее. Вот в этом корень, корень её жажды, в этом её коренное чувство жажды. Она, Манжари, является экспансией определённой эмоции, определённого чувствующего Матери Родики. И вот это чувство живёт в ней. И она говорит, я не могу терпеть, чтобы это чувствуще Матери Родики было неисполнено. Она нуждается во мне, я хочу это исполнить в любом случае, что бы ни произошло, потому что иначе я не смогу жить. И вот это сохраняет её страю. Я хочу перевести на английский язык. Давай, давай. I gave two examples, two answers. Just image, two persons, one man and lady, they love each other, hero and heroine. The hero now, he's returning his own sheep, in the ocean, and maybe stormware, big, weak waves, and it can emotionally take away his awareness about his beloved. But he's still keeping the course towards his beloved by his strong hand. Why? Because this strength coming from his heart, he's beloved for him like this North Star, always keeping direction, not going out of this direction. And at the same time, his beloved staying on the bank and waiting for him. Maybe so many emotional situations were around her. Maybe just one influential man came to her father and asked her hand. And maybe her father is not happy with her choice that she chose this man on this ship because the father needs what her beloved will be here right now, but he is somewhere. Or maybe revolution in this country, or maybe war in this country. so many emotional events can happen, but she is still coming to the bank of ocean or sea and waiting. Her love is making her so fixed. It's one part of answer. Manjari, they love so much her Swamini. Any manjari loves Swamini so much. And for them, for manjari, mutual love exchange means useful couple. love exchange is the main story, what they are hearing, what they witness, in which they completely absorb, but it's only half of answer. Why? Because even the witnesses of this, it's not enough. Actually, they also take part in this love exchange. They have active or even proactive position. for example, in this story, what we are reading today, two Manjari is singing songs. She's acting. She's not just witnessing. And this service is the core, how to say, this service is the main thing for Manjari. Not just witness, not just enjoy their things, love exchange things. She wants to serve, due to love, she wants to serve their love. She's active. And this service is much more important than to feel ecstasy from their love exchange. This service is their life. And without this, they could not be alive. What is why? In any situation, they will be fixed on the service. They will not fall down and lose consciousness. Yes, Rade. Yes, Rade Chiran, I absolutely agree with you. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. Maybe I don't know. Yes, always. Rade Gowinda, Madan Galpa Baba, I недавно heard your words, прекрасные words. When he came to Rade Kunda Babaji, Mahaniti Sami, его гуру ему сказал, у каждого своя абсолютная истина. Она полностью индивидуальна. Абсолютная, вышная истина. Я привык к Гауди Матхе, знаешь, абсолютная истина одна, нет второй. А у Бабы же не так. В этой линии у каждого своя абсолютная истина, индивидуальна. Он сказал, я две недели был в шоке, две недели я переваривал эту идею. Радаговинда is telling, let me also answer this question. I also want to answer this question. Why Manjari is not losing consciousness in this ocean with big waves. They can feel everything, but they are not losing their consciousness. And I told him, of course, because once Madhangapal Baba, he explained, when he came as Mahaniti Swami to Radhakunda, his guru told him, you must know that everyone has his own absolute truth. Everyone's absolute truth is individual, subjective. And he told, I need after two weeks, I was in shock. I tried to understand this. I tried to digest because, you know, in Gaudium in Iskona, what we are learning from Baksan Sarasatakur Prabhupada, absolute truth is one, no second. It's like Maxima. Absolute truth is one, no second. But he's hearing from his guru, Babaji. You know, for everyone, everyone has his own absolute truth. Individual. What is true for one, not true for second. Radega, Vindadže, рассказывай. И вот я так по-детски, вот как я понимаю, как чувствую. Я говорю, это один из аспектов каждого, каждой кинкери. И вот у меня такое ощущение, что если это праная, то есть это состояние, либо они целуют друг друга, либо они наслаждаются паном вместе, когда они уходят в одно, это же состояние для того и создано, чтобы они были там одни, затем там кинкери. Она же, знаете, как, мы же нарушим, войди сюда сейчас, там, где двое третьи. То есть они не нужны, опять же, у них такая, знаете, вот это все наши парампуры, что мы должны подготовить, подготовить новую игру. Да, и вот у меня какие-то маломальские какие-то были представления, видения, какая-то тарабарщина, да, я себя вижу девочкой, которая несет корзину, вот этот ручей из кинкери, до горизонта вообще бесконечного, да, и вот готовить, наготавливать, подготавливать новую игру, знаете, новое вот это небо, поле для их любви. Рады-рады, не знаю, смутно говорю, суть я понял, Рады-рады explain how he is understanding his answer. He is telling then Radha and Krishna together, they are in pranaya, means they so much unity, they now in so much unity, kissing each other, giving pan from mouth to mouth, they embracing, this means they can be only two together, that person not between them, but it's like, Kinkari not coming inside, she is outside, she is witnessing, she wants to be them together, only these two, and be one in this moment, what is she must be little bit outside, little bit outside, a a second is about Manjari, you are little kinkari, I don't understand how he is with previous time, prepare new game, prepare new kundze, when they are awake, when they come pranay, when they pranay, what Manjari is preparing kundze, they are preparing their meeting, I see myself a small Manjari, which is carrying basket with something, and I and other Manjari are going by many of us, like a narrow stream of water in forest, we are going, and this line of Manjari is so long up to the horizon, they are going to prepare something for their meeting. Prima Priya to you is like this is like this option Prima Priya are you agree? Radha да я понимаю что манджари в этот момент они просто тихонечко отходят счастливо они все подготовили они за руку привели радику к мохану привели к радик или еще как то так они устроили встречу и в этот момент тихонечко отходит выходит из кунжи да они сидят знаете как тут в игре мы вчера читали они садятся спинами спинами вот к кунжам и там туласи когда слышит она сидит спиной она представляешь она не видит но она слышит вот эту эмоцию что радхики ну что она хочет радхика там спеть или это стихотворение подарить мохану там всякое может быть да конечно конечно могут находиться внутри они могут подсматривать через щелочки потому что мать и радика их не стесняются они не стесняются еще мать и радику вообще они не отличные подруга там вишрамбен означает твои чувства мои чувства вот там такая близость вот что если мать и радика захочет что-то сделать и сама не успевает она сделать через свои кинкари конечно конечно то есть мои чувства ее чувства вот так нету к разнице но тем не менее в тот момент когда рада кришна вместе манджари тихонечко отходит и просто либо наблюдает даже когда как ты говоришь туласи манджари сидит спиной к стенке кунжи это не означает что она стесняется смотреть нет она смотрит глазами своего сердца на все это просто продолжение вот твоего чувства вот это вот только не мешать им только не дышите не дышите сейчас творится новый мир я живу только потому что я когда пришел в иском у меня был один был страх лишь бы история не закончилась я хочу чтобы история продолжалась на что эта история это моя история я не смогу жить если истории не будет я хочу слышать новое но мне нужно повторять 2 2 1 3 раз историю я хочу новую историю понимаешь то есть чтобы их история рада кришны продолжалась вот и я живой только потому что они это делают каждый моё служение создавать их кунжу а их служение всем нам творить новую любовь новый мир продолжение продолжение я хочу перейти я сказал уже забыл что сказал рады 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 рад but what they are doing they are serving all of us by continuing their love new love they create a new story they create a new world it's very difficult to image how just by one kiss they can create a completely new world with so many stories inside unnerable stories inside of this world and in this way I can live I can continue my life because story story was not finished it not stop I need it and I agree so much agree with what Radha Goine told Manjari is not a shame at all they not shame Radhika Radhika not shy her Manjari and Manjari not shy they won they won it's called Vishrambena what does mean Vishrambena your sense my sense your hand my hand your lips my lips if Shimati Radhika by some reason not could not come to the place of meeting with Krishna in proper time and he has so much strong desire to receive love and kiss for example Radhika can can act through Manjari and kiss his beloved and Manjari will do this because her sense Manjari's sense Shimati Radhika's sense it's called Vishrambena Manjari is not doing for herself she is not dreaming about kissing Krishna but she is always thinking about Shimati Radhika and how to fulfill her desires she will do this but in this I'm just trying to explain why Shimati Radhika not shy her Manjari and Manjari not shy Shimati Radhika they not going out of because they are shy to see what how they together no but they so love Shimati Radhika these two these two living entities I don't know how to say these two couple what they telling don't breathe no what is happening now they love they they won't save they won't take care about their love but nothing will disturb them they coming out of Kunja even a turn by back this means don't breathe but it doesn't mean I don't want to see because it's too much in team no they see everything by heart everything in detail all emotions all movements all gestures all eyes movement everything but it just means I love you so much I don't want disturb I want what your love your creation will continue without any obstacle I'll translate as I can I'll turn I'll over to Udavji we are discussing the question why manjari not losing consciousness when Rada Krishna and Pranaya how it's happened what they are so sensitive about everything what is happening with Rada and Krishna but they never lose their consciousness no state of Ananga they are capable to serve in any moment this was this question which we are discussing now very nice subject thank you I listen Rada 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 Udavji очень понравилась тема Да и вот я добавлю еще вот краску вот вот это славу однонаправленности наших тинкарей у Тулуси когда вот эти сокровенные глубокие потаенные стихи Радха учит сламини наша Тулуси заучивает эти поэмы смотрите какая она однонаправленная внимательно она запоминает их лучше только один раз один раз сколько там эмоций да вот сламини one more example how Манжари is so fixed on service to Шимати Радхика it's example of the стаи бала then Шимати Радхика taking her кинкари for example Тулуси Манжари to the secluded place and now she's teaching her poetry her song it's enough for Тулуси Манжари enough one time to hear she's so fixed for her the emotions feelings words and pictures what Шимати Радхика giving to her through this song so dear so valuable she's accepted from one time everything atom by atom all she's how to say swallow all this picture all word of new word of Shimati Radhika which she's created by her love she's swall for one time like you like fish and everything inside yeah and imagine now heart heart our Gurdiv our Gurdiv our Gurdiv she's so happy 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 she's to from Shlame love and now our Guru Devi our Guru Manjari means Tulsi Manjari she's so happy why because she received from Shimati Radhika opportunity Radhika so trust her she make her so close to her but now Tulsi Manjari received opportunity to learn her own poetry her own songs directly from Shimati Radhika Shimati 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 И она говорит с вами мне, рада, моя рада, я всего лишь твоя служанка, и это ты, ты лепишь мой талант собственными руками, своей любви к Мохану. Рады, рады. Рады, 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 рады. 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 Рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады. Рады, рады. Рады, рады. 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 Рады, рады. 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 Это такой идеальный пример, притягивающий наше сердце, к которому мы стремимся, к чему мы хотим следовать. Естественным образом. Рады, рады. Спасибо большое. Спасибо, Баба. А вот тогда еще вопросы, Кудхови. Давайте, коль уж это, зашел нам такой этот, дудьте от Махараджа. Рада, вчера, перефразируй вопрос, почему Кинкари, вот она, стылуя, получая пан из губ Радхики, может от себя добавить попросторней. И почему она не теряет сознание? Вот как его видение, ощущение нашего Удха, лучше дорогого. Рады, рады. Рада Говен, опять же, спросите, Удовджи, и прощение. Как вы складывал ситуацию? Шмат Completpot, что он жена input była так иienne, что он вам будетundetor, что он рассказал для ее, что она получает, оно посылочная тема, что она получила. АдарАмритя, honretta, что он получила черь, словом users радиuetstора, какую erлаieß нефет, Баба с apar'Mook insideio. И как бы слышали для Махараджа, кто стоит настолько ненавидие, когда онeneанит, exchange of love in form of this maha-prasad-pan, she is not losing consciousness, she is still aware of everything and ready to serve. How it possible she is not by so strong emotion, not lost herself. Yes, Rada Chiran said that there is a raster who is lost in knowledge, and he is lost from this love, from this love exchange, she is lost themselves. It is so strong emotion between them, they lost each self, but when Manjari received all this exchange in essence of this in form of essence, in form of this maha-prasad-pan, they are still aware of everything. Mikrofon Udova. Mike, please. When Radha and Mohan lose themselves, what are they losing themselves in? When Radha and Mohan lose themselves, what are they losing themselves in? When Radha and Mohan lose themselves, what are they losing themselves in? Pure divine love. In each other, he is the Radha and Mohan, in each other. In pure divine love. They lose themselves in pure divine love. They lose themselves in pure divine love. Yes, in love with each other. What is the divine, what is Radha Mohan, its love? What is the divine, what is Radha Mohan, its love? Our goal as devotees is to serve this love. Наша цель, как преданных, служить этой любви. As living jivas, we will never completely drown in this love. We will never be God. We are devotees, we are manjari. And as living beings, we will never be completely in their love. Как раз из-за служения. Мы никогда не будем полностью погружены. Как Бог и Богиня. Они полностью погружены. А мы будем оставаться в осознании этого происходящего. Из нашего положения. То есть высочайшая любовь, которую мы только можем испытать, не будет тем же, что испытывает Господь. Иначе мы были бы Богом. Но мы здесь, чтобы служить Ему. So we don't have the same intensity of experience that Radha and Mohan have. And this is why we don't faint. Sometimes we faint. Вот почему мы... Это не той силы, интенсивность, которую мы испытываем в их чувствах. Какая у них. Удовджи, I want to add something. Я слышал... Мы как-то обсуждали эту тему с... Рады-рады... Sorry, it was interruption in the Internet. We once discussed this undercover subject. And he told... I don't remember quotation what he gave. Джива Гасамил, who told... I don't remember. He told, according to this Acharya, Manjari has a strange to tolerant intensivity of the fillings seven times more than Shri Matyaradhika fillings. And it's also from... It's written in Chitain Shri Tamrita. In Chitain Shri Tamrita, Shri Matyaradhika is compend with Lata, with wine, which is going around of Tamau tree. And this Lata is decorated by leaves and flowers. And the smallest detail of this Lata is Manjari. The small buds of flowers, small, small details. And then wine of Prema, ecstasy coming. The most vibration coming to be the smallest part. I remember how Gurdjieff explained. Then waves coming, and the branch of tools is starting to move. The maximum amplitude in buds, because they're on the top. It's Gurdjieff's explanation in Chitain Shri Tamrita. It's capacity, which was gave by Shri Matyaradhika to Manjari, what they can, they're capable to serve them in any situation. Now it's in Russian. I said, that Shri Matyaradhika gives a manjari the ability to this opinion. I don't remember, we once again discussed this moment, this one. He wrote a quote, one of the one, I don't remember, Jilga, I don't remember. He wrote a quote, that Manjari is capable of you can overcome the power of the emotions, the intensity of emotions more than Shri Matyaradhika in seven times. In seven times they're capable of to make themselves so strong and intense emotions that they're in seven times more than Shri Matyaradhika. Why? Because otherwise they can't be able to serve. And this is the will of Shri Matyaradhika, they're like the wise of Shri Matyaradhika, so that they could be able to serve. And there's a quote in Chitain Shri Tamrita, when Shri Matyaradhika сравнится with liana вокруг дерева Tamala, and she's which is and when the wind ecstasy and all the air of the main the the А Шилу Гурдевнаш привел другой пример. Он говорит, посмотрите, когда ветер дует и тулуси качаются, самая большая амплитуда движения у бутонов, потому что они на самой вершине, на самой вершине две точки. Самое большое колебание достается бутонам. То есть манжари созданы радикой такими сильными, иначе не смогут слушать. А почему в семь раз рада вчера? Есть какой-то смысл? Я думаю, тут больше, чтобы просто эмоционально показать, насколько они способны к этому служению. То есть у них запас определенный есть. Я не знаю ответа на то вопрос, но я восприняю это чисто эмоционально. Красиво, красиво, сладостно, beautiful. Рада Говинда is asking me, why seven times more? I thought I don't know answer, for me just emotionally. She just gives impression that they are just capable to serve in any intensive emotional situation between Рада and Кришна. For me it's not important. I don't know. I told you about it. But you know that the word манжари in Sanskrit first meaning is bud, flower bud. Yeah. В Sanskrit одно из важнейших значений, то есть главных значений слова манжари это бутон. Бутон, да. Закрытый цветок. Yes, that flower which is still closed, not open yet. Рада Говинда джей. Мы читаем. Да. Тут можно добавить еще, но я бы немножко хотел добавить. Вот давайте, да, на тушку послушаем. Рады, Рады. Добавь. Рады, Рады. Я просто, ну, подумал, как бы сейчас об этом моменте, что насколько положение в манжари удивительное, что ведь Рады и Кришна, да, они находятся в таком состоянии, они очень, ну, как это сказать, они, ну, как это объяснить, то есть мы всегда как-то закрываемся, у нас есть какое-то, да, вот. Личное пространство. Личное пространство, да, то есть одежды, да, еще что-то там, стены, вот, как-то, да, мы всегда от чего-то отгорожены, закрытость. Вот. А Рады Кришна, они настолько, ну, находятся в таком состоянии, когда, ну, очень такое интимное, да, вот, и что, что это, ну, вот, манжари доверено вот это, ну, как это сказать, даже управление, то есть всем происходящим, потому что они теряют в этой любви, они погружаются, что кто-то должен это, ну, контролировать, и вот такое большое доверие, да, и вот связь, что манжари, им это, ну, как-то, ну, они им позволены, и они могут это, то есть они по своей природе могут это, ну, хотел сказать. Да, да, да. Ананта Джи is explaining how he is understanding this. He told, usually we are human, we need safety space. We can feel free. And we have, it's our clothes giving this feeling of safety, giving covered space, walls of our house, the borders of our territory, like this, our land. But, Srimati Radhika and Krishna, they too much absorb, not too much, they so much absorb in the exchange of love. What they need, someone who will help them, assist them. And for this, this person, this, our personalities must be, how say, highly trusted personalities. It's a manjari like this. They're capable for this service. They're capable, they're in, how to say, in epicenter. Udovji, it's correct word, English word, in epicenter. In epicenter, in the volcano, actually. In the volcano. But still, they're capable to serve them. And because of their capacity, Srimati Radhika and Mohan completed trust them, this service. Yeah, Anatochka, I agree. I agree. I agree. You remember with Maharajan and Damodara there was an example that came out on the Russian Zoom on the Katshe, that they, Kinkari, it's operators of the nuclear reactor, that is, the reaction is not to be capable, but they're so опытful, they're so loved, they're so loved, that they're that they're regulated, regulated and Radhika and Mohan also our Damodar once gave example of how engineers in nuclear energy station, they work, what they're doing, they're controlling this nuclear reactor, and Manjari is doing the same, Radha and Krishna together, like nuclear reactor, but Manjari they can control their relationship in such a way, this reaction will continue, I want to add a little bit more about what you told, but actually the absolute truth means everything possible, what you told, what, yes, what you told, it is, it's how to say, big yes, for what you told, big yes, but absolute truth means also big yes for other variety of answers, it's not like only on this way, so many angles of you, from one point of view, what you told, it's correct, it's understandable and acceptable, but from one point of view, it's like quiz, also yes to the questions not yes asked, it's I am to say, what you want to add to which you said, is absolutely yes, 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 Это не так, что только такой вариант. Столько много углов зрения на то, что происходит. Можно и так увидеть, и так увидеть. И удалось говорить сейчас. И даже да тогда, когда мы еще не успели задать вопрос, а уже получаем ответ, еще не успел задать его. Да, 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 да. Да, да, да. Рады говидной стелли. Вот красивый пример для нуклеарной энергии. Мне очень нравится пример с атомной электростанцией. Но что важно для картины, чтобы видеть. То есть, что картина на самом деле неогранична, она постоянно развивается, растет. Не как ядерный взрыв. А он развивается, творится. Не разрушается. Взрыв он это разрушает, а это творится. Позидается, да. Это означает, что это креативный момент. Это не асплоза, которая просто уничтожает. Это креатив. Что мы почитаем, да, дальше? Если хотите. Да. А мы читали о чем? О поцелуи, да, по-моему? Да. Губы. Губы расхоранят. Да, и вот такое введение у Рагунатхи сегодня. Сейчас, минуточку. Ой. Разве рады я? Да, то есть наша Рагунатха поет, молится и плачет, и он видит. Да, что он видит? Молится в своей свами. И он обращается к ней как богиня. Богиня своего сердца и любви. О, Деви. Now our Raghuna, our Raghuna does go to Swami. He is on the bank of Radha Kunda. He is praying and crying. And he is telling, О, Деви, О, Господи. Когда же, когда же я увижу, как ты внимательно осматриваешься сквозь меня по сторонам и с любовью притягиваешь меня к своим губам, и из губок в губки ты передаешь мне пережеванные листья Бетеля твоей любви. И любви Мохана. А это какой стих? 93-й. А, понятно. Я смотрю 91-й. Сейчас найду. Разве-разве. Вела Покус Манджелла, verse 93. О, Деви, О, Деви, When will you Affectionately give me The remnants of your Chute battle From your mouth into mine Looking all around To check If anybody sees it Sees it Она делает тайно. She is doing it secretly. Да, 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 да. Ну, то есть, вот я предлагаю на минутку, да, вот как учит нас дорогой Гауранга, да, из Хорватии, да, что они не бегите, подождите, давайте вот не пойдем на комментарии, давайте вот представим просто вот чисто вот, да, эмоционально, визуально, даже в своих умах это тоже, да, служение душе. Да, то есть, насколько счастлива Рахи, когда что, что она сейчас минуту назад, она же получила это из губ своего мохана, да, его любовь. Да, то есть, насколько ее, да, в этот момент, вот ее, ее душа, да, ее лицо, да, насколько оно, да, счастливо, опьянено, радостно, и при этом игриво, да, то есть, она глазками проверяет, чтобы не дать себя. Вот кто-то не посмотрел. How her face is shining from the bliss in this moment. She is so happy, in the same time, how her eyes is moving, playfully moving from this happiness. Да, и с вами никогда, знаете, когда она... А Туласи, знаете, она вешает, она в цеве, в цеве, да, она вешает, подошла к кинкаре, к Ратхике, вот прям вплотную, да, лицом к лицу, и она, знаете, как приблизилась очень рядом, она вешала гирлянду, и в этот момент Ратхика, посмотрев, убедившись, что Лолиты другие не увидят, а то со стыда умереть можно, и она, а знает, знаете, как кинкаре, ну как, я же после Кришны не могу, она знает, что она не возьмёт после Кришны, не возьмёт, она одна направлена, и Ратхика, представляете, вот её любовь, она, она с такой любовью, нежностью, знаешь, она притягивает насильно к себе манджари, да, нашу Туласи, и в губы ей передаёт. Это Радагаинджи, меня кое-что беспокоит моё сердце, мне хочется ещё кое-что добавить, потом переведу этот момент, потому что иначе я не смогу переводить. Хорошо, хорошо. Удови, I told just a while ago, please, sorry, I need to say something to Udo, otherwise my heart is disturbed, because the feelings of my dear Udo is dear to me. I want to tell, I like it with your example, what Shemati Radhika is ocean of love, and Mанджari is a drop in this ocean. I like this. What is why? I understand what you're telling then, intensivity of love, Shemati Radhika, not the same intensivity in Mанджari. I also like this, but I want to also share what I heard, what is valuable for me, also, in the same subject. But at the same time, I also heard this, and it also, how to say, it's also description of what is happening, and also description of what is happening. Because really, she is the source of all things. She is Mahabhava personified. How Gaurasundara is telling, she is Mahabhava. Very severe Mahabhava, she is Mahabhava. Ты какой-то вопрос задал Удхови, да? Я сказал, что... Я просто чувствую, у некоторых беспокоился в сердце, что кажется, что я поправил, как бы удовольствием. На самом деле, это не так. Я просто поделился тем, что цена для меня, но в то же самое время я понимаю, что то, что он говорил, Шимати Радика — она океан Махабhava. Вот. А Манжари — это капелька из этого океана. Я это понимаю. Вот. Или как ещё наш Gaurasundara из Германии говорит, Радика — это олицетворение Махабhava, а Манжари наделены Махабhava. Как вот в этом стихе она получает Махабhava из уст Шимати Радики. Манжари. Манжари наделены Махабhava. Я это понимаю. Но в то же самое время у меня тоже есть свои ценности, то есть свои драгоценности в сердце, которыми я хочу поделиться на эту тему. Я сказал с такой точки зрения, потому что это вопрос был, как вообще возможно, что Манжари могут выполнять служение. Я слышал одну историю, в которой Манжари молилась Радике. Пожалуйста, даруй мне любовь много раз сильнее, чем твоя к Мохану. Любовь к тебе. Много раз сильнее, чем твоя любовь. Это молитва Манжари. Удовь к тебе. Удовь к тебе. Почему я сказал это? Потому что это великолепно для меня. Когда я слышал, что Манжари у Манжари молитвы к Шимати Радика. О, Рада, я люблю тебя так много, но я хочу что моя любовь будет для тебя еще больше when you love to your Mohan. It was prayer of Mnjari. She wants so intense feeling. Now I want to continue to what this Radega Vinda is reading. Можно, извиняюсь, что я тебя прервал? Не, не, все нормально, нормально. Ты это не вопрос был к Утхове? У меня маленький вопрос к Утхове, если ты не задал. Да, вот в этой картине, в эмоции определенной волны что для меня, я вот спрашиваю Утхову, мне интересно, вот эти пережеванные листья Бетеля, моханом, вот это, что это для Радхи, для ее ощущения, переживания. Удовь к Утхове, Рада Говинда is asking, what is the feeling? What does it mean for Shema Duranika? This battle, which was shoot by Krishna and what she's received from the keys from him? What, what is, what is it for her? What's the feeling? I'm telling to him your questions about too much complicated for me. I'm little, I'm stupid, sorry, Baba. I changed, how to answer this, I don't know. What is being given? What is the, what is the, what is the beetle leave in the mouth? What does that symbolize? Что символизирует бетель, который находится во рту? It symbolizes relishing. Он олицетворяет наслаждение. Relishing, for me, relishing means feeling divine pleasure in material things. Для меня наслаждение — это почувствовать божественный вкус в материальном. So when I when I when I hear some music and I have a divine experience, I have a spiritual experience from it, this is relishing. I have a spiritual experience and this is relishing. This is relishing. Or when I taste something prasadam or when I taste something or when I taste something prasadam and I feel it in my heart not just in the pleasure in my stomach and in my mouth but I feel it coming to my soul. Я чувствую, я получаю эмоции в своем сердце, не в желудке где-то там, а в сердце. This is relishing for me. Вот это для меня наслаждение. And this is what Rada is sharing with Tulasi. И здесь Rada делится с Tulasi. She's saying let me give you Tulasi the experience that I have of relishing. My experience of relishing. The way the world makes me love my Mohan I want the world to make you love me. I want to share with you the experience of how could you repeat again the way Yes, Swamini relishes the beetle nuts in the sense that it increases her love for her Mohan. It makes her love grow. Is it correct my understanding she is not enjoying this in the sense that it is growing this battle is growing her love for Mohan. Yes, the pleasure in her mouth makes the pleasure in her heart grow. То есть наслаждение на языке увеличивает счастье в сердце. Ага, вот так правильно. Я, наверное, до этого неправильно перегорел. То есть вот этот опыт, то, что она испытывает на языке это наслаждение усиливает её любовь в сердце, её наслаждение в сердце. И это то, чем она хочет поделиться с её толуси. So relishing means translating pleasure into love. То есть наслаждение это перевести to translate relishing to love. To pleasure. Relishing means translate pleasure from the mouth flavor to pleasure to love. Да, то есть это наслаждение это перевести этот вкус на языке он трансформируется в любовь. То есть он становится любовью. Рады. 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 как в своих видениях в Даршинах, так и после них из этой молитвы мы видим, что сердце, сердце Ширагунатхи оно полно твёрдого желания. Знаете, не просто желание, твёрдое желание это жажда, жажда неумолимая достичь нектарнейшего, сладчайшего, однонаправленного служения Ширадхики нашей исламе. И это ответ на то вопрос, почему он теряет сознание. Да, 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 да. Both during visions and after their disappearance, Ширагунатхи's heart remains filled with an unbroken desire and great eagerness, great first to attain the nectarian service to Ширада. And I did remark with answer to your questions of Radha Gavinda. How possible for Magari not to lose awareness in the waves of love exchange. Да, и она тогда в Бабаджи говорила, знаете, утверждила, как стоп, стоп, все гауди и вайшнавы должны исполнять, творить, творить свои бажан вот с такой жаждой, ненасытной достичь вот этого нектарного слабчайшего служения Ширадхики. Practicing Gaudia Vajshnava devotees should do bhajan while keeping these aspirations alive. the bhajan, the standard of Gaudia Vajshnava, the bhajan they service is performed by them with great eagerness, great thirst. Да, и здесь говорится, знаете, как, то есть, в момент вот, возвращения, соединения, да, в конце концов, да, когда мы попадем во Гриндава. Тут точно так же желание в that moment when we will ultimately come to the Vajshnava, Vajshnava, Mohan. Да, желание ума предано в конце концов, да, как действие, как действие той же самой формы природы, да, они, то есть, мы, в которых они культивировались в уме в этой жизни, да, в сладоковыше. The desires on a person's mind will ultimately come out in a form of acts, in the field of action, in the same form and nature, as it was cherished by the mind, means, what's happened during sadhana, during practice, will become will appear completely in Svarupa, in spiritual world. Everything what sadhana is dreaming, how he will serve, he will enjoy, I don't know, he will receive happiness from this service. He will experience. This is what I was trying to describe with translation, the relishing, it changes the flavor in the mouth to a spiritual experience. It is what is said that the taste on language превращается in духовный опыт любви. He мечtал о служении Мати Радике в своем уме, будучи садакой, and it is his experience in the world. in the whole world. And удивительная вот сейчас такая аллегория будет, вот Ананта Дас Бабаджи. Подобным образом он говорит, наша гурдеви, Радхика рисует на холсте на наших сердец кинкари, рисует трансцендентные вот эти ее картины, это трансцендентные желания в уме, практику, знаете, как стремящихся к ней новых кинкари, практикующих преданных. Similarly, the pictures of transcendental desires that a practicing devotee has on his mind will be drawn on the state of his heart by yoga maya or slate, sorry, my eyes not good, will be drawn on the slate of his heart by yoga maya. sanata naga srami da what wetu 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 wahu 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 to sanata naga srami he is adding for this idea in his wahu bhagav wata amrita to srami srami to srami who oставляют все иные духовные практики цели желания и желают жаждут только верховного цели единственное служение широтика они всегда воспевают ее ее имя фанкирт они и автоматически достигают желаемого результата и совершенства становятся кинкари служанками those who give up all other spiritual practice and goals and desire and desire only the supreme goal of shirada service always chant her name in sankirtana and automatically attain the desired perfection means become shimati radikas kinkaris да и она тогда с бабуши продолжает те вайшнавы да вайшнави кто просто просто думают что я служанка радхики и считают это свое положение совершенством всего-всего такие да такие души автоматически достигают результата который выходит за пределы любых фантазий those who simply think think означает еще необязательно что там есть сильное чувство those who simply think i'm rados made servant and consider this attainment to be the perfection of everything will automatically attain a result which is beyond fancy i want to stop here because it's very important we сейчас находимся во втором абзаце после цитата это мы сейчас читаем читали цитаты из брехат бога амлиты today сегодня наш гурдев сказал что надо начать с того чтобы просто думать я манджари да об этом надо поговорить получается да пронали через духовного учителя от шримати радики детали свои думать я манджари с этого все начинается еще даже не чувство просто мысли просто допустить я манджари алгордев today told everything starts from the practice i'm thoughts constant thoughts i'm манджари i'm манджари в шримати радика even no feelings just thoughts the what he received siddha pranali from guru and he is how to say not he is accepted i'm манджари and telling i'm манджари such 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 man j it started from this once i came to gurudev and told gurudev i'm conditioned soul and he stopped me no no you're not conditioned soul forget it you're radica man j things always like this and you will progress однажды я пришел к gurudev и начал задавать вопрос gurudev ну я же вот обусловленная душа он мне природ сказал нет забудь что обусловленная душа ты манджари радики думай только так тогда ты будешь духовно развиваться only рады 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 переведи на английский свои мысли а я это перевел я уже перевел да да и она тогда с бабаджи продолжает как как нам достичь да вот вот такой да такого такого менталитета да и результатов да вот такой медитации чтобы достичь такого необычного результата необходима практика и такой практикой грубое слово мне немножко да практика устремленность да да вот жажда устремленность появилась жажда появилось желание и человек только думает о том как бы это заполучить это называется устремленность он дышит этим да и вот такой практикой является любовное совместное воспевание святых имен раса расики кришны и рас да махабхавы радхики которые наслаждаются танцем раса вот этим танцем любовных обменов да вот этих волн эмоции бхавы устремленность 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 что я практикую но это пугает махабхавы я не могу не помочь махабхавы 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 the ambitions is needed to attain that extraordinary result is the loving congregational chanting of holy name of Rasa Rasika Shikrishna the relisher of Rasa dance one more time the ambitions needed to attain that ambition the ambition needed to attain that extraordinary result is the loving congregational chanting means if I want something so much I will sing about this I will call it when how it depends if someone can give me I will I will I will sing his name please Rada please Rada Rada yes oh Krishna 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 because he is about him written Rada 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 Я запомнил с момента инструмент нашей группы Рамбур — это Лила Смаран. Да, ну вот воспевание, я объясняю слово «нама санкиртана», что оно. Как это, где это? Это же не просто повторение. «Нама санкиртана» — это продолжение этого слова. «Нама санкиртана» — это лучший способ достижения этой перфекции. И теперь Радаговин объясняет, что это значит «нама санкиртана». Это не только название, это означает «Лила Смаран — это главный инструмент в жизни. Также это главный инструмент, но и главный способ — это главный способ для того, как люди, которые в lineах Рупа Рагунат, Гауди Ваишна, они делают — «Лила Смаран». Почему «Лила Смаран»? Потому что они не могут по-другому, их сердце тянется к этому, в этом столько сладостей. Да, то есть я поясню, почему я остановился на этом. Ну, пример маленький такой, да, для нас, как для садок. То есть повторяем мы джапу, да, воспеваем ли мы баджин, да, ведём ли мы хари-катху, да, это вот если мы, да, как вживаемся в кинкари, то омахивая, да, вот в своих умах, либо на наших алтарях. Махая, вот создавая вот этот вриндаунский ветерок, да, мы берём наш, запах нашей сламини, да, вот запах её любви, её юности, её однонаправленности к нему, к мохану, и загоняй до в раковины носика мох, чтобы он опьянел прямо от её запаха. В момент санкиртного, в момент повторения святого имени. Да, да, вот это, вот это лила с мараном есть, истинная. What does mean Nama Sankirthna? Говорит, Anantaraz Babaji, Sadhu Maharas, Vinov Bihari. Chanting Harinam, Holy Name, for me, Рады Гринестелли, what does mean for me? This means, in this moment, I am remember, not just remember, I am dreaming, I am dreaming, how I am doing service as a king of Shemati Radhika, I am doing this service with Shemara. I am creating the Vrindan breeze by this Shemara, and pushing this air, this Shemati Radhika's aroma of her ambrosial body to the nostrils of Krishna, her beloved. What does this mean for me, Sankirthna? What does this mean for me chanting Harinam, my dreaming about my service? Yes, and if we love Rathika, we must understand, she is... What does this mean Lila Sankirthna? Lila Sankirthna. It is we, only Rade Rade, only Mohana Rade, only Mohana Rade, only Mohana Gowenda. If we understand that she loves her, then we must... После того, как мы опьянили, загнали вот этот запах Radhika, ее любви, затем Radhika же тоже, она же тоже его любит. Мы должны вот запах его, теперь уже вот этого опьяненного, не просто запах его, опьяненного там, от одного взгляда, мы должны нашей сувами не подавить, вогнать в чаши ее ноздрей, ушей, глаз. For us, as Kinkari, for us, as Manjari, inside, only Rade Rade, but for her, only Mohana, only Krishna. And what is why we are doing this service in such a way? First, they are creating the waves of air, small breeze, which is care that Shemati Radhika's ambrosial bodies sent to the nostrils of Krishna, your beloved. And then, after this, they created the stream of airs in other directions, from the Krishna's side to Shemati Radhika's nostrils. Да, и здесь вот, да, я вот с таким настроением, да, здесь подразумевается вот так воспевать наму санкиртану, и тогда такой, да, наш баджан, наша санкиртана, в таком случае, если она вот так производится, да, вот с такими настроениями, тогда она является наилучшим средством достижения 100 практики, поскольку она будет исполнена и вкуса, и блаженства. Это то, что сегодня нам Гордеф объяснил. Он говорил, что пока нет сырупы, пока нет формы, нет отношений. Девушка любит юношу, почему? Почему она может его любить и почему она любит? У него есть форма, у неё есть форма. Юноша любит девушку, потому что у него есть форма, у неё есть форма. Свет не может любить, нет формы. Чтобы любить Shemati Radhika, чтобы служить Shemati Radhika, нужна форма. Я должен увидеть себя там, в своём образе. Хотя бы почувствовать, хотя бы мечтать об этом. Я там, я служу там. То есть у меня есть форма, я служу в этой форме ей. Тогда придут, тогда есть отношения, тогда из этих отношений рождается чувство, тогда рождается Ананда, блаженство, счастье. Сегодня, как Гордеф объяснил, он сказал, «Для мы не имеем отношения, нет отношений. Одна девушка любит одного парня. Почему? Because she has форм, he has форм. And vice versa. Boy loves girl because they both have form. How can I love Shemati Radhika if I haven't formed? If no Swarupa, how can I receive relationship? For relationship with her, I need Swarupa. Then we have relationship, then feelings coming, Ананда coming. Then Bajan will be alive, full of bliss and emotion. Without my own experience, without my own part in this Lila, it's not Bajan. То есть без моего собственного опыта, без моего собственного присутствия в Lila, отношения, откуда возьмётся счастье, откуда возьмётся жизнь в Bajan, если нет никаких чувств, никаких ощущений. Рада Гавинда Джи, у нас сейчас уже Арате заканчивается. I'm telling what in Munger Mandir now is Арате coming to the final stage. Рада, Раде. Опять время кончилось. Мы говорим уже больше двух часов. Да ладно, Рада. Ну давайте по три часа, ну давайте хоть часик в это подарим друг другу. Да, эти эмоции Радхики. Спасибо, дорогие. Спасибо, Раде, Раде. Простите. Thanks to all. Thanks to all. I want what we will give to each other, these nice, sweet emotions. Раде, Раде. Спасибо большое. Рада, Гавинда. Спасибо, Раде. Удаваджи, thank you very much. Oh, such a pleasure to hear you, Гавинда Мойнде. Включи хоть линчика. Покажи нам в Гавинда Махинде. Мы тебя не забыли, как ты выглядишь. Ты что? Я не могу. Long time no see, no hear. Удаваджи. Yeah, I don't know. Something my Saturdays were busy, but I try harder now. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Guru, David. Здорово. Очень сладко. Спасибо, Удавад. Thank you, Удавад. Витка, Дха, very, very crazy. Thank you, Раде, Гавинда. Thank you, everybody. Much love. I love you, my friend. Большое-большое спасибо. Rana, Jai Radhe. Спасибо, Анантушка, за твои дополнения, откровения, да, всем преданным. Рады, рады. Рада Раману. Thanks so much to Jai Krishna. Jai Krishna, да. Рамапати вот, да, у нас сегодня присутствует. Rada, Rada, Rada. Rada Raman, да. Спасибо, дорогие. Рамапати – это Радамадова, Радамадова. Он – это мой друг. Он – это мой друг из Исклава. То есть сейчас. Ну, может быть, пару слов скажешь что-нибудь? Да, да. Он в начале немножко говорил, я послышал. Рада, рада, дорогие преданы. Очень рада. Да, очень рада вас всех видеть. Благодаря вот Ананта Джи и Галинде Мохине начал слушать вашу Катху. Очень близка ваша санга. Я летом получил дикшу у Шива Ишнаупа от Дазбабджи Махараджи. И, собственно, вот с тех пор Ананта увидел мою фотографию. И с тех пор я познакомился также и с вашей сангой, за что очень благодарен Радаке. И, собственно, я так понимаю, это Гурудеф привел меня к вам. Наслаждаюсь вашей Катхой. И за что вам огромная благодарность. Рады, рады. Я просто не знаю, у меня очень много чувств, эмоций, но слов не так много, которые могут выразить эти чувства. Рады, рады, рады. Рады вас видеть, очень спасибо. Рады, 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 рады. Спасибо, дорогие преданые. Thanks to all.